В Березняках на рабочем месте погиб молодой мужчина. Несчастный случай произошел на пилораме. Рабочего затянуло в станок, который в буквальном смысле разорвал его на части. Хоронить мужчину будут в закрытом гробу. Что стало причиной несчастного случая? Нарушение техники безопасности или неисправность оборудования. Еще предстоит выяснить, сообщается, что погибшему был всего 31 год. В субботу примерно в 7 утра на 19-м километре автодороги Усоль и Сороковая перевернулась легковушка 14-й модели. ГИБДД, однако, об этом ДТП ни слова. Очевидцы сообщили, обошлось без жертв. Каждое третье преступление в Пермском крае совершается в пьяном угаре, говорят полицейские. В Соликамске на 9 лет в колонию строгого режима отправился мужчина, которому в ходе пьяной вечеринки показалось, что его приятель слишком громко разговаривает за столом. В какой-то момент он схватил нож и нанес шумному собутыльнику несколько ударов в грудь. На допросе пояснил, что от громких разговоров у него разболелась голова. Ну а в Периме также в ходе распития спиртных напитков брат ударил вилкой в шею родную сестру. В ходе застолья между ними возникла ссора. Мужчина сначала жестоко избил женщину, ударил головой об батарею, а затем добил столовым прибором. За убийство в пьяном угаре он отправился за решетку на 9 лет. И сегодня все больше и больше жителей Березняков признаются, что пострадали от финансовой пирамиды Финика. Люди наконец осознали, что произошло и теперь пытаются объединиться в группы, чтобы подать коллективные жалобы в полицию. Напомним, тысячи россиян отдали баснословные деньги в компанию из Казани, которая с 2019 года предлагала вложиться в Финика. Обещают доходность 20-30% в месяц, но недавно перестала выплачивать деньги вкладчикам. Незадолго до этого Центробанк предупредил, что Финика имеет признаки финансовой пирамиды. Исчезнувшие основатели империи большого обмана оставили людей с огромными долгами. Ради того, чтобы вложиться в компанию, люди брали огромные кредиты и продавали квартиры. Основателей крупнейшей за последнее время финансовой пирамиды уже объявили в розыск. По некоторым данным, люди по всей России сами без гарантии на что-либо отдали им 70 миллиардов рублей. Если вы также пострадали от действий Финика, звоните нам. Телефон редакции на экране. Сводку происшествий подготовила Екатерина Зибзеева. Субтитры создавал DimaTorzok